Обряди, еще один зажигательный концерт, нужно поностальгировать, но он уже для моего поколения. Для вас прозвучат золотые хиты 70-х и 80-х. А ты можешь... Почему 70-х и 2000-х? Всем привет, это Афиша. Друзья, мы тут узнали, что оказывается не все люди знают, когда у них профессиональный праздник. А ведь это повод для интересного времяпрепровождения. Поэтому с сегодняшнего дня в начале нашей программы рубрика «Профессиональный календарь». Итак, 19 апреля день работника ломоперерабатывающей отрасли. Если среди вас сотрудники этой сферы, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. 21 числа мы чествуем людей, благодаря которым дважды в месяц у нас пополняются кошельки. Это главные бухгалтеры. 26 апреля международный день секретаря, 28-го сотрудников скорой медицинской помощи. Не забудьте поздравить близких. И опять Петров. Очередной фильм с его участием входит на больших экранах 18 апреля. «Сто лет тому вперед» так называется. Картина – это фантастика. И, как вы уже могли догадаться по названию, сюжет связан с перемещением во времени. Два молодых человека – Коля Герасимов и Алиса Селезнева – живут в разных мирах. Он в сегодняшней Москве, она на сто лет позже. Коле нет дела до будущего, а вот Алису не отпускает прошлое. Она должна найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. И вот ребята встречаются. Их ждут совместные приключения. Они будут отвоевывать у космических пиратов вселенную, восстанавливать ход времени и обретать самое дорогое – любовь и дружбу. Я сейчас заплачу. Это Кося из будущего. Вот это я понимаю. Так мне тоже нравится. Допустима ли ложь во спасение? Что важнее – правда или любовь? Как отважиться на поступок, если от него зависят судьбы твоих близких? Если вы хотите пофилософствовать и ответить для себя на эти вопросы, то отправляйтесь 21 апреля в ДК Подмосковья. В этот день там пройдет показ спектакля «Двойная фамилия» театра слова по повести современной писательницы Дины Рубиной. Это непростая история о том, как иногда сложно сделать правильный выбор. Приходите, цена билета – 500 рублей. А 23 апреля в ДК Подмосковья выступит певец Александр Иванов и группа «Ронда». Они исполнят свои главные хиты. Я буду помнить «Московская осень». Боже, какой пустяк. В общем, песни, которые пробудят вас ностальгию и подарят ощущение праздника. Несколько фактов про Александра Иванова и группу «Ронда». Первые – музыканты. Всегда работают только живьем и по самым высоким мировым стандартам. Второе – география коллектива настолько широка, что ему может позавидовать любая звезда. На одной только Аляске группа дала более 10 концертов, а из выступлений в Осаке и Токио впоследствии даже сложился альбом «Ронда в Японии». Приходите, стоимость билета от полутора тысяч рублей. А впереди еще один зажигательный концерт и тоже на поностальгировать. Но он уже для моего поколения. Итак, внимание запоминайте. 19 апреля, 19.00 в Молодежном центре «Мир» прозвучат золотые хиты 90-х и 2000-х. Итак, кто будет выступать? Во-первых, группа «Братья Гримм». Будем хлопать ресницами и взлетать. Во-вторых, экс-солистка группы «Краски» Марина Киреева. А это наши любимые. Старший брат. Он не знает ничего. Я люблю тебя, Сергей. Ну и так далее. Макс, кстати, не знает эту песню. Какую? Группа «Краски», но он не знает ничего. Почему? Я вообще не знаю ни. В смысле? Он просто смотрит и молчит. Нет, нет. Он не зовет меня в кино. Я певал и сказал, что я не знаю такой песни. Ничего не говорит. Я знаю все тексты песен группы «Краски». Все просто. Когда ты напеваешь, когда Ваня напевает, это две разные вещи. Я сразу понимаю, что за песня. В-третьих, экс-солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев с хитами «Девочка с севера». Ай-яй-яй, Наташка. Билеты за все это удовольствие обойдутся вам всего в полторы-тире три тысячи рублей. Много музыкальных вечеров подарит нам и музей «Новый Иерусалим». Например, концерт-сонат для скрипки и фортепиано, где для вас выступят уникальные исполнители. Это ведущие, солист-инструменталист Италии, скрипач Доменико Нордио и известный российский пианист Михаил Лицкий. Их дуэт известен уже почти четверть века. Музыканты много выступали в разных странах, делали записи, получившие высокие оценки критиков. На концерте в музее «Новый Иерусалим» они исполняют произведения композиторов от эпохи барокко до 20 века. Но это еще не все. Уже через неделю, 27 апреля, на сцене музея состоится концерт неординарного московского пианиста, доцента Московской государственной консерватории имени Чайковского Якова Костельсона. Он исполнит произведения величайших композиторов европейской музыкальной классики 18-19 веков, в их числе Моцарт, Вагнер и Лист. Как рассказал сам Яков Юрьевич в одном из своих интервью, эти сочинения были пережиты им еще в раннем детстве, что позволяет передать слушателям весь багаж смыслов, наполненных за это время. Это были все события на сегодня. Надеюсь, они вас порадовали. Ждем вас за следующий порт для развлечений через две недели, 28 апреля, на нашем сайте и YouTube-канале. Это была афиша густерара с Полиной Громовой. Всех обнимаю!